Смешались в кучу кони, люди, писал почти две сотни лет назад Михаил Лермонтов о битве под Бородино. В 21 веке тот же хаос, но уже из людей и машин. Бровновское движение у торгового центра «Глобус» создает опасности и для пешеходов, и для транспорта. Но теперь этому положен конец. Городская комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение изменить схему въезда-выезда на парковку. В настоящее время к торговому центру можно попасть через любой из двух проездов. Но уже скоро на улице Светлой напротив стоянки появится сплошная полоса разметки, а на парковке будут установлены соответствующие дорожные знаки. Заезжать на парковку торгового центра можно будет только по ходу движения, в первый проезд, двигаясь от перекрестка Светлая, проспект 30-летия Победы. Выезд со стоянки будет разрешен только направо, из второго проезда ближе к 33-му дому на Светлой. Были неоднократные обращения автолюбителей и жителей того микрорайона рядом с «Глобусом» на беспорядочную парковку на территории перед «Глобусом» автомобилей. Въезжают и справа, и слева, в результате выпрыгивают из-под колес пешеходы, в то же время на встречных курсах мчатся автомобили. Поэтому сегодня на комиссии принято решение, я считаю, абсолютно правильное. Будет движение организовано с помощью знаков, то есть въезд с одной стороны, выезд с другой стороны и без пересечения сплошной линии, которая там будет нанесена. Также на комиссии по безопасности дорожного движения было рассмотрено два обращения. Первое – с просьбой организовать дополнительный пешеходный переход на улице Заводской, от завода управления к первой столовой. «Комиссия приняла решение о нетелесообразности организации там пешеходного перехода в соответствии с тем, что в непосредственной близости находится пешеходный переход. В соответствии с ГОСТами в городской черте пешеходный переход должны располагаться друг от друга не менее, чем на расстоянии 200 метров. Там такого расстояния нет». Второе обращение касалось возможности изменения схемы движения на улице Ленина. Предлагалось сделать главную дорогу Ленина-Заводская. То есть приоритетом в движении пользовались бы автомобили, поворачивающие у пожарной части с улицы Ленина к производственному объединению «Старт» и в обратном направлении. «Комиссии было принято решение оставить данный перекресток без изменения. То есть главная дорога у нас будет в прямом направлении по улице Ленина». На комиссии по безопасности дорожного движения также был рассмотрен ряд вопросов по снятию и установке дорожных знаков в соответствии с требованиями ГОСТов и сроки окончания ремонта дорожного покрытия в городе. Станислав Корякин, Светлана Гордеева, телерадиокомпания «Заречный».